Говорить будем о фреймворке, который называется Vue.js. Расскажу немножко о веб-разработке и, соответственно, о том, что можно делать с помощью этого фреймворка, какие преимущества. И, соответственно, вы можете пройти наши курсы по данному фреймворку. Соответственно, у нас есть обучение и скоро стартует группа, поэтому, соответственно, семинар посвящен возможностям. И немножко, в общем, мы будем говорить о веб-разработке. Значит, на Vue.js можно разрабатывать веб-приложение. Это front-end framework. Соответственно, информация о этом фреймворке, значит, все доступно в сети интернет. Поскольку проект открытый, вы можете пройти по ссылке, соответственно, ознакомиться с документацией. И, соответственно, этот проект на GitHub размещен. Текущая версия фреймворка 2.6.11 и в этом году планируется выход новой версии, которая будет называться Vue.js 3. Одним из самых популярных языков на текущий момент. И с помощью языка JavaScript сейчас разрабатывают так называемые front-end приложения. Есть большая потребность в таких приложениях. Также есть мобильные приложения, которые используют также веб-технологии различные фреймворки. То есть JavaScript дает возможность разработать как веб-приложения, так и мобильные приложения. И вот количество таких приложений, оно растет от года в год. То есть популярность языка JavaScript связана как раз с возможностями по веб-разработке. И, по сути, каких-то альтернатив пока нет. То есть то, что разрабатывается для браузера, соответственно, там в основном используется язык JavaScript. Но общее определение JavaScript фреймворка есть. В общем, это инструмент для разработки сложных веб-приложений. На текущий момент является популярными так называемые single-page applications. Что это такое? Это приложение, которое работает в браузере. И, соответственно, не требуется никаких переходов. То есть вы выполняете интерактивное взаимодействие. Приложение, соответственно, не перегружается у вас в браузере. Таким образом оно работает быстро. И пользователь, соответственно, получает всю необходимую информацию, просто выполняя какие-то действия, работая с элементами управления. Соответственно, скорость таких приложений достаточно высокая. И практически они позволяют реализовать все необходимое. Так же, как и десктоп-приложение. Вы можете открывать какие-то отчеты, выражать какие-то графики. Если это какой-то веб-портал, то на нем появляется вся доступная информация. И пользователь, соответственно, в интерактивном режиме работает с этой информацией. Преимущество использования современных JavaScript фреймворков. Почему нужно использовать вообще JavaScript фреймворк? Можно писать, в принципе, на чистом JavaScript. Но это достаточно трудоемкая задача. И если мы говорим о промышленной разработке, если мы говорим о коммерческих приложениях, то, соответственно, требуется быстрая разработка. То есть как можно быстрее хотят получить результат. И, соответственно, запустить приложение, чтобы им пользовались, чтобы, соответственно, заказчик заплатил деньги. Соответственно, скорость разработки, если вы используете чистый JavaScript, она достаточно низкая. И приходится повторять один и тот же код, выполнять одни и те же задачи. Соответственно, придумали фреймворки, которые в общем случае дают возможность ускорить и упростить разработку веб-приложении. На текущий момент есть три фреймворка, React, Angular и Vue.js, которые являются лидерами, они конкурируют между собой. И фреймворк Vue.js был создан как раз на основе этих фреймворков. То есть создатель или разработчик этого фреймворка, он взял самое лучшее из этих фреймворков и попытался создать новый фреймворк, который сейчас имеет большую популярность и, соответственно, занимает уже лидирующие позиции по некоторым параметрам. Ну, если говорить вот о этих трех фреймворках, то многие компании для своих, для разработки своих приложений используют сейчас React и Vue. Некоторые компании используют только React, некоторые компании React и Vue, некоторые только Vue. Соответственно, фреймворки конкурируют, влияют друг на друга. Какие-то там моменты они перенимают друг у друга. И основная цель этих фреймворков – обеспечить быструю, удобную разработку, предоставить необходимые инструменты разработки. В общем случае преимущества использования JavaScript фреймворков позволяют применять декларативный подход при написании приложения. Таким образом, приложение легче поддерживать, оно проще в поддержке, в развитии. Следующий момент – позволяют реализовывать интерфейс, который будет синхронизированный с внутренним состоянием приложения. Это уже технический термин, да, он говорит о том, что если вы меняете данные в вашем приложении или если вы меняете интерфейс, то в этом случае у вас происходит автоматическая синхронизация между данными и интерфейсом, и таким образом у вас такая плотная связь между интерфейсом и данными, которые вы создаете. И третий момент, да, сейчас я договорю. Применение концепции компонентов. Практически все эти фреймворки позволяют создавать компоненты, то есть используя компонентный подход. Применение концепции компонентов дает возможность повторного использования кода, упрощает процесс написания, тестирования кода с использованием технологии JavaScript, HTML и CSS. Соответственно, вот используя эти веб-технологии, фреймворки позволяют в общем случае упростить, ускорить разработку и задают некий такой подход к разработке, к развитию проекта. Так, если есть какие-то вопросы, задавайте. Может быть что-то непонятно нам? Поэтинский фреймворк Дуанга, может какой-то конференциум состоит? Не слышал, нужно посмотреть. Ну, соответственно, вот говорят о том, что на текущий момент эти фреймворки популярны, и вот хотя бы один из этих фреймворков вы должны знать, чтобы успешно развивать ваш веб-проект. Теперь о фреймворке, который называется Vue.js. Какие преимущества он дает? Ну, во-первых, обладает высоким быстродействием. Есть определенные тесты, перформанс-тесты, которые сравнивают быстродействие фреймворков, и, соответственно, Vue.js не уступает современным фреймворкам. Ну, конечно, там в определенных тестах кто-то вперед вырывается, но это достаточно быстрый фреймворк. То есть если вы попробуете написать какое-то приложение, вы увидите, что действительно работает очень быстро, и каких-то проблем с производительностью не заметили. То есть действительно позволяет пользователю быстро выполнять действия с интерфейсом. Соответственно, ваше приложение работает в браузере. Каким образом достигается быстродействие этого фреймворка? Так же, как фреймворк React, Vue.js использует концепцию Virtual DOM. Вы знаете, что такое DOM, да? Просто DOM – это документомчик, противогомодул. Соответственно, Virtual DOM – это концепция, которая подразумевает некую абстракцию над DOM, да? То есть концепция позволяет сделать некую копию, да? И работать с этой копией, соответственно, применять изменения и, соответственно, обновлять реальный DOM, только в том случае, если это необходимо. То есть прямая работа с DOM, она не очень эффективна. То есть те фреймворки, которые были ранее, они не использовали эту концепцию. Соответственно, React и Vue.js используют концепцию Virtual DOM, которая, в общем счете, ведет к увеличению производительности. Это современный подход, и таким образом фреймворк Vue.js как бы собрал все современные подходы и реализовал это в этом фреймворке. Значит, в отличие от фреймворка React, фреймворк Vue.js использует классические веб-технологии. То есть если вы посмотрите на React, но я потом покажу примеры, сравнение кода. Значит, если вы используете React, то это в основном JavaScript. То есть это JavaScript, JSX, расширение языка JavaScript. Vue.js использует классические технологии JavaScript, HTML и CSS. Наверное, в этом есть и плюсы, и минусы. Те, кто пишет на React, возможно, скажут, что им удобно так писать. Но что это дает? Это дает возможность получить тех разработчиков, которые уже знают эти технологии. То есть если вы разрабатывали на JavaScript, HTML и CSS, вы легко освоите этот фреймворк, начнете в нем работать. Ну, сразу скажу, что порог входа невысокий. То есть можно достаточно быстро изучить фреймворк Vue.js. Если вы уже знакомы с классическими веб-технологиями, Vue.js считается проще, чем React, Angular. Но и к тому же множество проектов, множество веб-сайтов, интернет-порталов, они уже созданы. То есть нужно просто их развивать, улучшать. И поэтому фреймворк Vue.js вы можете легко встроить в уже готовое приложение, использовать все то, что уже создано, но придать вашему приложению интерактивности, реактивности. Ну, мы посмотрим, что это такое. Соответственно, еще одно преимущество. Может использоваться для разработки одностраничных SPA-приложений. Single-Page Application. Может использоваться для разработки мобильных приложений в реактивном стиле. То есть преимущество очевидно. Интегрируется в проект с использованием других JavaScript-библиотек. То есть совсем не обязательно использовать только Vue.js. Вы можете сочетать, использовать какие-то другие библиотеки. Например, есть там библиотека jQuery популярная. То есть нет каких-то конфликтов. Вы можете использовать множество библиотек в вашем проекте. И таким образом, опять же, есть возможность использовать уже тот код, который написан. Добавить библиотеку Vue.js и получить современное приложение, которое работает в реактивном стиле. Следующее преимущество предоставляет компонентную структуру. Как и другие фреймворки, соответственно, есть возможность создавать компоненты. Что дает в общем компоненты? Почему их вообще нужно использовать, разрабатывать? Ну, опять же, преимущество в скорости разработки, в повторном использовании компонентов. То есть, если вы один раз создали компонент, вы можете его переиспользовать. Современные фреймворки как раз используют компонентную структуру. Фреймворк Vue.js предоставляет корневую библиотеку. То есть, раньше были так называемые монолитные фреймворки. То есть, они много функциональности предоставляли. На текущий момент есть некая корневая библиотека. И потом есть расширение, стандартное расширение, которое позволяет добавить большую функциональность. Таким образом, размер фреймворка небольшой. В данном случае Vue.js где-то 90 килобайт. Один из самых маленьких фреймворков. Однако, там очень много возможностей для веб-ротработки. Ну, если что-то нужно дополнительно, соответственно, вы подключаете дополнительные библиотеки. Там стандартные, нестандартные. В зависимости от того, насколько сложное у вас приложение. В зависимости от того, хотите вы использовать возможности или нет. У фреймворка хорошая документация. Значит, она существует на русском языке. Сейчас покажу вам. То есть, можно ознакомиться. Там нет ничего сложного. Конечно, нужно пробовать какие-то примеры, писать код. Но, в принципе, порог входа достаточно низкий. Вот стандартная документация. Здесь есть руководство. Все на русском языке. Есть английская версия, конечно. Так что проблем с изучением обычно не возникает. То есть, можно перейти на этот фреймворк достаточно легко. Так, ну, теперь про основные концепции. Какие основные концепции существуют во фреймворке Vue? Значит, существует такое понятие, как экземпляр Vue. Сейчас на примерах я покажу, что это такое. То есть, если вы создаете приложение на фреймворке Vue.js, то в вашем приложении присутствует как минимум один экземпляр Vue. То есть, это некий объект, который состоит из множества опций. И вы используете этот объект на протяжении работы вашего приложения. Есть жизненный цикл экземпляра Vue. Ну, подробно об этом не будем говорить. Соответственно, ну, просто нужно запомнить, что есть экземпляр Vue. И он обеспечивает основной функционал. Вы работаете с объектом, с тем, что есть в этом объекте. Ну, а что есть в этом объекте, мы посмотрим на примере. Что еще нужно запомнить? Есть так называемые директивы. Это специальные атрибуты для добавления элементам HTML дополнительной функциональности. То есть, директивы предназначены для того, чтобы выполнить основные задачи по отрисовке информации. Vue.js использует HTML для отображения информации. То есть, в качестве шаблона используется HTML. Если в React там все JavaScript, есть некие там рендер функции. В Vue.js шаблон представления – это HTML. HTML, и вы можете добавить вот с помощью директив возможности по динамическому формированию чтимного кода. Следующая концепция – это компоненты. Я уже говорил, да, компоненты – это повторно используемая часть UI. Ну, по сути, это некие отдельные экземпляры Vue. Там со своим именем и своей функциональностью и отрисовкой. Компоненты вы можете повторно использовать. Соответственно, компоненты могут разрабатываться различными командами, да, и потом вы можете там как бы собрать приложения из различных компонентов, переиспользовать или использовать те компоненты, которые уже существуют, да. То есть, есть фреймворки, которые предоставляют, например, набор UI-компонентов, да, и вы можете из них быстро собрать ваше приложение. Вот основные концепции Vue. Ну, немножко понятно или, может быть, какие-то вопросы? Если есть вопросы, задавайте. Так, хорошо. Если вопросов нет, тогда давайте дальше перейдем к так называемой реактивности Vue.js. Мы говорили о том, что вы можете создавать приложение в реактивном стиле. Что же это за реактивность такая? Вот реактивность – это, по сути, одна из основных возможностей Vue.js. Если вы возьмете какие-то другие расширения, которые работают с Vue.js, они добавят вам еще каких-то возможностей. Основная задача Vue.js – да, обеспечить реактивность. То есть, пользователь должен быстро работать с вашим приложением, приложение должно откликаться на действия пользователя, обновлять представление в зависимости от его действий, и, соответственно, по сути, вы, не обновляя страницу, получаете необходимую информацию. И у вас по мере изменения обновляется представление данных, благодаря чему вы можете управлять состоянием приложения. У вас есть связь между данными и между вашим представлением, которое дает возможность увидеть всю информацию на странице пользователя. модель Vue.js или модель Vue.js содержит JavaScript объекты, то есть это фреймворк на JavaScript, поэтому экземпляр Vue.js содержит различные JavaScript объекты, которые вы используете, и, соответственно, если обновляется модель данных, у вас автоматически обновляется представление. Как это все выглядит? Для быстрого старта вы можете использовать, например, JS Fiddle. Я сейчас покажу. Очень быстро начать работу с этим фреймворком. Знаете, такой сервис есть. Это онлайн редактор для веб-разработки. Начать очень быстро. У меня в презентации как раз скриншот по шаблону, который можно создать в JS Fiddle. Что нам нужно, чтобы создать приложение в данном сайте? Есть уже готовые шаблончики. Вы их можете использовать для быстрого старта. Те популярные фреймворки, которые сейчас существуют, как раз для них есть шаблоны. Вы можете нажать на кнопочку Vue, и у вас появится вот такое простое приложение. Это приложение просто для демонстрации. Конечно, оно не демонстрирует всех возможностей, но вы можете увидеть структуру этого приложения. Обратите внимание, что у нас есть три части. CSS, HTML и JavaScript. Но если вы ввели разработку, то понятно, что HTML и CSS используются для представления информации. То есть они, по сути, задают разметку. Задают то, как будут выглядеть определенные элементы на странице. JavaScript используется для логики приложения, для того, чтобы работать с данными, для того, чтобы выполнять какие-то действия в зависимости от того, что выбирает пользователь на страницу, или нажимает кнопку, выбирает какой-то элемент, формирует отчет или еще что-то. Соответственно, если вы обратите внимание, как работает приложение, оно работает интерактивно. То есть пользователь выполняет какие-то действия, страница никуда не перегружается, и информация обновляется в зависимости от действий пользователя. Но не обязательно пользователь может быть инициатором события. Может у вас автоматически прийти какое-то обновление данных, и эти данные автоматически обновятся. Но никакой перезагрузки страницы в браузере не будет. То есть если вы пишете так называемое single page приложение, одностраничное приложение, то вы работаете с одной страницей, и страница у вас не перегружается. Если сравнить с другим фреймворком, например, React, то вы увидите совершенно другую картину. Если вы выберете, например, React плюс JSX, вы увидите другую картину. Сразу здесь бросается отличие, что здесь есть стили, ну куда же без них. Есть JavaScript или JSX. Соответственно, HTML практически нет. То есть все, что вы пишете, это по сути либо JavaScript, либо расширение языка JavaScript, который называется JSX. В этом как раз заключается разница между React и Vue. То есть Vue использует стандартные технологии, и для отображения данных используется HTML. То есть если у вас в компании есть уже веб-дизайнер, там верстальщик, он легко освоит эту технологию, сможет применить эту технологию для уже существующего приложения. Ну, в React это тоже возможно, но подход несколько иной. Соответственно, там вам нужен будет разработчик именно на JavaScript, причем он достаточно должен быть квалифицированный. Vue.js обладает достаточно коротким синтексисом. Это еще одно преимущество, что вы, используя определенный набор директив, можете быстро сформировать представление. То есть если сравнить с другими фреймворками, то кода нужно писать немножко меньше. Теперь как устроено наше приложение, из чего оно состоит. Вот наш экземпляр Vue. То есть как минимум вы должны создать на вашей странице один экземпляр Vue. И, соответственно, дальше у этого экземпляра есть так называемые опции. Но это приложение достаточно простое. Здесь опция L. Что она позволяет выполнить? Она позволяет связать модель представления и шаблон. Вот видите, у вас HTML с идентификатором App. То есть вот здесь CSS-селектор, и он как бы связывает, говорит о том, что вот с этим шаблоном будет работать данный экземпляр. То есть, по сути, у вас выполняется связь между шаблоном, между представлением и той моделью представления, которую создает экземпляр Vue. Соответственно, следующая опция, она называется Data. И эта опция позволяет задать вам все необходимые данные для вашего приложения. То есть в опции Data содержится один или несколько JavaScript-объектов, которые хранят информацию. Но вот справа вы видите, что у вас отображаются несколько задач. У каждой задачи есть имя, там есть некое состояние. Соответственно, если вам нужно отображать информацию на страницу, вы помещаете данные вот в эту опцию. Это набор JavaScript-объектов. И потом на основе этих данных строится представление. Если вы меняете данные, вот смотрите, я выполню изменения в нашем массиве задач. Видно, да, что вот шаблон строится на основе этих данных. То есть есть связь между данными и тем представлением, которое задано с помощью HTML-разметки. Следующая опция называется Methods. Здесь вы помещаете различные методы. Для чего нам нужны методы? Методы нам нужны для того, чтобы выполнять какие-то действия, выполнять бизнес-логику нашего приложения. То есть без методов никуда. Ну, так же, как в любом языке, методы – это некие действия, которые дают возможность изменить либо данные вашего приложения, либо на основе изменений отобразить информацию. Но в данном случае, если вы используете Vue, у вас изменение данных будет приводить к изменению того, что показывается на вашей странице. Теперь давайте посмотрим на шаблон. Если вы знакомы с HTML, вы заметили, что используются некоторые дополнительные атрибуты. Например, атрибут V4, V1, Vbind – это как раз атрибуты, которые добавляет Vue.js. Что это такое? Ну, например, VIF – он позволяет выполнить условную отрисовку. VIFO позволяет извлечь данные из массива и в цикле сформировать некий кусочек представления. То есть как раз вот эти вот директивы или дополнительные атрибуты добавлены для того, чтобы вы смогли динамически формировать информацию на HTML-странице. Ну, здесь представлены основные директивы. Конечно, их достаточно много, но вот основные, которыми пользуются – это VIFO, VIF. И, соответственно, любой HTML может быть создан, никаких ограничений нет. Следующий момент. Ну, то есть структура вашего приложения, она достаточно простая. У вас есть как минимум один экземпляр Vue, у вас есть шаблон, который отрисовывается с использованием директив. В данном случае в этом примере используются директивы VIFO и VIF. Дальше, значит, экземпляр Vue. Экземпляр Vue, соответственно, мы говорили с вами, что он содержит данные. Экземпляр основан на классических технологиях. И JavaScript используется для описания данных, модели представления и методов. То есть вы, по сути, пишете на языке JavaScript для того, чтобы получить результат, для того, чтобы пользователь работал с вашим приложением в интерактивном режиме. Синтаксис шаблонов. Кроме того, что вы можете использовать директивы, вы можете еще использовать специальный синтаксис для отображения данных из модели данных. Используется специальный синтаксис. Это вот такие вот двойные фигурные скобки. И в двойных фигурных скобках вы отображаете информацию из опции дата. То есть если в опции дата присутствует какое-то свойство с именем MCG, вы, соответственно, его отобразите на экране. И в этой точке экрана будет отображено значение этого свойства. То есть выражение фигурных скобках будет заменено значением свойства экземпляра Vue. Таким образом, пользователь увидит на экране определенное значение. Если вы измените значение данного свойства, у вас автоматически информация изменится. То есть вам не нужно ничего делать. То есть в других фреймворках нужно какие-то дополнительные действия, специальный синтаксис выполнить, чтобы изменилась информация в представлении. Здесь ничего не нужно. Здесь вы просто меняете. Так же, как я показывал в нашем примере, вы просто меняете значение и у вас автоматически оно отобразится. То есть изменение данных приводит к тому, что у вас изменяется изображение на экране. Так, ну теперь поговорим еще о дополнительных возможностях. Для создания интерактивных приложений используются следующие возможности Vue. Несмотря на то, что фреймворк достаточно небольшой, это только корневая библиотека, но в этот фреймворк входит множество удобных возможностей, которые очень часто используются при создании программ на Vue. Значит, ну выделим следующие возможности. Это вычисляемые свойства, методы наблюдателя, фильтры и система обработки событий. Ну, зачем нужны события? Всем понятно, да, то есть пользователь выполняет какие-то действия с интерфейса, то есть ходят события, вы можете их обрабатывать. Что такое вычисляемые свойства и методы наблюдателя? Вычисляемые свойства, они позволяют вам получить значение на основе тех данных, которые у вас присутствуют в модели данных. То есть если у вас есть какой-то набор свойств, вы можете получить или вычислить значение другого свойства на основе тех свойств, которые у вас присутствуют в модели. Это очень удобно, потому что вы, по сути, во-первых, выделяете такие свойства, которые зависят у вас от других свойств. Во-вторых, вы в интерактивном режиме получаете значение и сможете отобразить информацию на странице. Кроме вычисляемых свойств, есть еще так называемые методы наблюдателя, которые позволят вам наблюдать или отслеживать изменения на странице пользователя. То есть если пользователь меняет какую-то информацию, вы можете увидеть это изменение и выполнить какое-то действие. Выдать сообщение пользователю или выполнить какой-то расчет, показать какое-то другое представление. Эти возможности активно используются. В общем случае, вычисляемые свойства – это переменные, значения которых зависят от других значений модели данных. Что такое вычисляемое свойство в смысле языка JavaScript? Это просто функция. И эта функция, она выполняет вычисление или получение значения свойства. И дальше это значение свойства вы можете использовать. Оно автоматически будет содержать необходимые данные. Вычисляемые свойства определяются внутри экземпляра View. Есть специальная опция, которая называется Computed. То есть вы создаете эту опцию и помещаете необходимые вычисляемые свойства. Сейчас посмотрим, как это все происходит. В нашем примере мы просто добавим еще одну опцию. Так, ну давайте вот так вот сделаем. Значит, менять мы будем только JavaScript код. У нас есть экземпляр View. Я сейчас покрупнее сделаю. У нас есть экземпляр View. И сейчас мы добавим опцию, которая называется Computed, в наш экземпляр View. Что нам нужно сделать для этого? Так, ну, какой-нибудь возьмем. Свойства. По сути это функция, да? Соответственно, нам нужно создать функцию и определить, как она будет работать. Предположим, у нас есть свойства в нашей модели данных. Мы возьмем какой-нибудь Price. Добавим это свойство. Так, вернем. В разметку мы можем вывести. значение любого свойства из нашей модели. Вот у нас есть наша модель данных. У нас есть свойство, которое называется Price. И с помощью синтаксиса, о котором я говорил, вы можете значение любого свойства вывести в вашем шаблоне представления. То есть вы можете поместить значение этого свойства туда, куда вам необходимо его поместить. Оно автоматически у вас будет отображаться. Если вы измените значение этого свойства, у вас, соответственно, и изменится представление. То есть это очень удобно. То есть у вас нет какой-то рассинхронизации. У вас есть данные и у вас есть представление. Вы меняете данные, автоматически изменяется представление на основе этих данных. Теперь вычисляемые свойства или компьютер свойства. Что они дают? Они дают возможность вам получить с помощью функции, которую вы определяете, значение, которое основано на ваших данных. Ну, например, у вас там бонус какой-то рассчитывается от стоимости. Добавим наш бонус на страницу. По сути, это свойство. И вы можете использовать точно такой же синтаксис для отображения вашего свойства на странице. Вот таким вот образом. То есть вычисляемые свойства дают вам возможность получить какое-то новое свойство на основе функции. Но здесь некоторые ограничения. Вы обязательно должны вернуть результат. То есть вы не можете ничего не вернуть. Вычисляемые свойства не всегда подходят. Есть так называемые асинхронные задачи. И вот в этом случае вычисляемые свойства не работают. То есть вот если вы возвращаете какой-то результат, если вы знаете, как оно рассчитывается, и данная задача не занимает длительное время, то вы можете использовать вычисляемые свойства. А в других случаях вы можете использовать так называемые методы наблюдателя. Мы сейчас посмотрим. Вот все это очень часто используется. Если у вас есть какая-то форма, если пользователь вводит данные, вы можете применять этот подход для того, чтобы понимать, что у вас меняются данные, и выдавать какие-то сообщения пользователю, или выдавать сообщения о ошибках валидации, или выполнять какие-то действия. То есть вы можете работать или писать программы на основе изменения ваших данных. Не только на основе тех событий, которые происходят в вашей программе, но и на основе изменений тех данных, и, соответственно, выполнять расчет или получение значения с помощью вычисляемых свойств. Следующий момент, который также очень часто используется, это слежение за свойствами, или так называемые методы наблюдателя. Они позволяют предоставить общий способ для слежения за свойствами и для выполнения различных задач. Ну, какие бывают задачи? Например, очень часто вашему фронт-энд-приложению требуются какие-то данные, и вот за этими данными вы будете обращаться в так называемую серверную REST API. То есть у вас есть некий бэкэнд, некий сервер, с которого вы получаете информацию. В этом случае вы можете выполнить эту задачу, то есть отслеживаете изменения какого-то свойства, дальше выполняете запрос на сервер, да, или можете обращаться вообще там в интернете к какому-то сервису, получаете данные, да, и обновляете информацию на странице. Соответственно, методы наблюдателя и вычисляемые свойства активно используются при написании кода на Vue.js. Это очень удобно, соответственно, вы можете обновлять ваше представление. И, ну, давайте посмотрим, как определить или как выполнить слежение за свойствами. Нужно добавить опцию Watch. Нужно добавить опцию Watch. Вот у нас различные опции, да, вот это вот наши данные. Дальше у нас идут методы, но это просто JavaScript методы. Они могут вызываться на действия пользователя, да, но вот в данном случае пользователь нажимает, да, происходит событие и вызывается этот метод. Это обычные JavaScript методы. Соответственно, Computed – это опция, которая позволяет вам определить вычисляемые свойства. И есть еще методы наблюдателя. Они позволяют следить за вашими свойствами и выполнять какие-то действия, если значение свойства меняется. Ну, давайте за чем-нибудь последим, да. То есть у нас есть, например, Price. Он у нас не меняется, да, поскольку мы просто выводим значение. Ну, можем изменить наше приложение так, чтобы наш Price менялся. Как это сделать? Если у нас что-то меняется, нам нужно сначала сделать так, чтобы у нас программа меняла данные. Как это сделать? Мы сейчас добавим какой-нибудь input и, соответственно, сделаем так, чтобы пользователь мог менять данные. Так, я сейчас добавлю input. Значит, есть такая директива, которая называется V-module. Вот с помощью этой директивы вы можете связать данные, которые вводит пользователь, с вашей моделью. Как это сделать? Сейчас мы посмотрим. Вот, оказывается, мы просто пишем V-module. И, ну, здесь точка number говорит о том, что это число. V-module.Number равно Price. Почему мы пишем Price? Потому что у нас свойство называется Price. Что при этом происходит? Ну, вот очень интересный эффект. Это так называемое двунаправленное связывание, да. То есть вы вводите какую-то информацию. Поскольку у вас двунаправленное связывание происходит, то у вас автоматически меняется значение свойства Price, да. То есть на основе тех данных, которые вы ввели, у вас, соответственно, обновляется модель. И вы получаете новое значение свойства Price. То есть, когда вы просто отображаете информацию, то преимущества Vue.js, они незаметны. Но вот когда идет работа с формами, с элементами форм, вы здесь уже видите явное преимущество, что двунаправленное связывание дает вам возможность сразу получить значение этого свойства. Те самые методы наблюдателя, они позволят вам отследить, как меняется значение этого свойства. Для того, чтобы добавить метод наблюдателя, вам нужно добавить опцию Watch. И дальше вы можете следить за вашим свойством. Так, ну давайте добавим им. Каким образом здесь записывается. Нужно знать, соответственно, имя свойства. Дальше мы ставим двоеточие и определяем функцию. Это как раз метод наблюдатель, который будет отслеживать изменения нашего свойства. У метода есть параметры. Тоже достаточно удобно. То есть вы можете получить предыдущее значение и новое значение. Мы пока просто увидим консоль, например. Теперь что будет происходить. Вы просто получите возможность видеть изменения. То есть при изменении мы видим предыдущее значение, которое ввел пользователь. И то новое, которое ввел пользователь. Таким образом вы отслеживаете изменения на странице. Так, ну в общем. Такой вот пример. То есть, по сути, основная задача экземпляра Vue и библиотеки Vue.js предоставить связывание между данными и вашим представлением. Соответственно, у вас все меняется в таком вот реактивном режиме. Если нужна там дополнительная функциональность, вы можете подключить какие-то другие библиотеки. Так, есть ли какие-то вопросы? Понятно приблизительно смысл данного фреймворка. Ну, конечно, там много интересных возможностей. Но в основном задача этого фреймворка обеспечить интерактивность, возможность связывания данных и представлений. То есть у вас отдельно логика, которая реализуется с помощью языка JavaScript. И отдельно у вас представление. То есть вы не пишете какой-то там код внутри HTML, вы просто декларативно размещаете значения ваших свойств на HTML странице. То есть у вас как бы строгое разделение. Логика это JavaScript, фреймворк Vue.js, а представление это HTML. Там есть варианты писать тоже на JSX, так же как в React. Но это редко используется, то есть это не совсем стандартная возможность. То есть в основном для представления в Vue.js используется HTML, а для написания логики, написания кода используется JavaScript. То есть стандартные технологии. Какие аналоги, в чем преимущество? Ну давайте, если есть какие-то вопросы, задавайте. У нас время семинара ограничено, но я готов ответить на вопросы. Может быть что-то интересное. Может быть какой-то конкретный вопрос интересует. Пишите в чат, и я соответственно отвечу. Интерактивность у вас автоматически меняется представление. Вот вы выполнили какое-то действие, что-то изменили, и у вас сразу происходит изменение. Никаких перезагрузок страниц. Причем обратите внимание, поскольку здесь Virtual DOM используется, то обновляется только определенная часть страниц. Она не обновляется полностью. То есть если вы работали с другими фрейворками, со старыми фрейворками, там GQ, там идет напрямую работа с DOM, и некая задержка происходит. Здесь нет никаких задержек. То есть даже при больших страницах у вас моментально будут данные отображаться. То есть в этом преимущество именно в производительности. То есть раньше создавали там десктоп-приложения. Создавали еще и потому, что они достаточно быстро работали. Сейчас вы можете создавать с помощью вот этих реактивных фрейворков веб-приложений, которые, по сути, будут работать со скоростью десктопа. Еще вопрос, для чего используется Vue, а для чего React? Возможно, вы не сразу к нам подключились. Я говорил о том, что есть три лидирующих фрейворка. Но давайте вернемся. Действительно, семинар должен говорить о том, в чем преимущество, в чем отличие. Но вот у меня был такой слайд, я говорил о том, что есть лидирующие фрейворки на текущий момент. И если взять статистику по компаниям, которые ведут разработку, то множество компаний используют эти фрейворки. То есть я не буду говорить, какой фрейворк лучше, какой хуже. Все они предоставляют примерно одинаковые возможности. С помощью любого из этих фрейворков вы можете создать хорошее современное приложение. Отличие Vue, например, от React, заключается в том, что здесь используются стандартные технологии JavaScript, HTML и CSS. И вы можете легко подключить этот фрейворк уже к существующему приложению. Как это сделать в React? Наверное, это тоже можно сделать, но это несколько сложнее. В React вы пишете код на JavaScript. Это JavaScript, более того, это некое расширение JavaScript, это JSX. На Vue вы можете также использовать расширение JSX, но это не стандартный подход. То есть обычно это стандартные технологии. И в этом я вижу преимущество, что вы просто на рынке можете найти быстрее разработчика, который знаком с технологией HTML, CSS. И, соответственно, если он изучит, в Vue.js он уже будет создавать современные приложения. С React немножко посложнее все. То есть нужен более квалифицированный разработчик и немножко дольше потребуется на изучение этого фрейворка. И вы можете просто сравнить, открыть там какие-то примеры одинаковые, просто больше писать кода, чем на Vue. Например, вот та же реактивность. Здесь вы просто меняете значение свойства, и у вас автоматически обновляется представление. Ну вот такие сравнения. Так, еще какие-то вопросы. Что учить на перспективе? Vue или JS? Ну, сложно сказать. Ну, JS пока популярен. Ну, в плане того, что учить, сложно сказать. Чем больше вы знаете, тем лучше, да. Вы как бы более крутой специалист, имеете широкий кругозор. Сложно предсказать, да. То есть, например, по Vue.js были разные там оценки, да. То есть, если посмотреть там какие-то видео совсем год назад, два года назад, да. Говорили там, что вот там React, там Angular, но тем не менее, да. То есть, сложно угадать, что будет потом. Ну, в любом случае, это будут те языки, которые позволят вам писать приложение под браузер. То есть, единственная тенденция, которая сейчас проследуется, да, что популярность языков зависит от того, можно ли использовать для веб-программирования. Поэтому любой язык, который позволит вам писать под браузер, это хороший язык, современный. Но пока JavaScript, мне кажется, в лидерах, и что-то там сложно предположить. Ну, по крайней мере, в этом году, я думаю, это не изменится. Так, есть еще какие-то вопросы? Ресурсы, да. Вы можете написать мне, соответственно. У нас есть курс, да, по Vue.js. И, значит, ресурсы. FreeWork открытый, проект на GitHub. И ресурсы я демонстрировал, сейчас еще раз покажу. Есть хорошее руководство. Ну, возможно, вы не станете профессионалом, если его полностью прочитаете. Но сможете писать, значит, руководство на русском языке. И я показывал ссылки на первом слайде. Так, сейчас открою. Так, вот ссылка. Значит, что у нас есть? У нас есть такой сайт, RueVue.js.org. Ну, или просто Vue.js.org. Это, соответственно, русская версия. Что здесь есть? Здесь есть обучение, документация, руководство, API. То есть все необходимое. Даже есть какие-то там видеокурсы. Можете посмотреть на YouTube. Так, Node.js или Vue.js. Node.js или Vue.js. Да, ну, в принципе, я могу дать еще ресурсы. Есть хорошие книги. То есть, по крайней мере, я знаю две хорошие книги по Vue.js. И можете написать мне, я вам отвечу, подскажу еще какие-то ресурсы. Если вам нужна какая-то специфика там, я отвечу вам на почту. Node.js или Vue.js. Ну, Node.js это сервер. Vue.js это клиент. И то, и другое можете использовать. Ну, у вас есть backend и frontend. На фронте вы пишите с помощью JavaScript framework. Vue там, Angular, React. Да, Node.js это backend, серверная часть. Соответственно, также вы пишите на JavaScript только серверное приложение. Node.js не помешает. Ну, на сервере много лидеров, да, много конкурентов. То есть, если на клиенте там лидер JavaScript плюс какие-то фреймворки, то на сервере много конкурентов, да. Есть там Java, там Node.js, C Sharp. Ну, выбирайте, что вам больше нравится. Ну, Node.js тоже занимает там свою нишу. И если вы хотите писать только на JavaScript, тогда однозначно Node.js. Да, тогда вы сможете писать backend на Node.js и frontend на JavaScript. Будет хорошо. Так, можно ли назвать две хорошие книги? Ну, сейчас, да, сейчас попробую их назвать. Сейчас я найду. Так, ну, Vue.js в действии, значит. Вот такая вот есть книга. Она есть в продаже, вы можете ее купить. Но это больше обзор. Хотя там есть примеры, есть, вы можете с GitHub там скачать эти примеры. И неплохая книга, ну, она небольшая, но даст вам представление. Вот эта вот неплохая книга. Вторую сейчас не вспомню название. Ну, можете вот это пока записать. Так, есть ли еще вопросы уязвимости приложения Node.js? Как быстро выходят патчи? Так, ну, сложный вопрос, сложный вопрос. Напишите мне там, попробую ответить. Так, наш, так, где можно его посмотреть? Ну, приходите на наши курсы по Vue.js, по JavaScript, вообще там у нас есть React, Vue.js, Angular, все курсы. Значит, посмотреть это к менеджерам, да, у вас там есть контакт. Значит, если у вас нет контакта, можете позвонить, набрать специалисты, и вам должны предоставить запись. К сожалению, я так понимаю, не все сразу подключились, и, да, можно там получить запись. Так, ну, по поводу уязвимости мне сложно сказать. Я не анализировал это. Ну, напишите на почту, я попробую ответить, посмотреть какой-то материал. Выходят патчи, значит, проект на GitHub, вы можете посмотреть активность, более того, рейтинг. Рейтинг Vue.js на GitHub очень высокий, он входит в топ фриворков, даже там опережает ряд. Знаю, что отвечают на вопросы, там сам создатель языка отвечает на вопросы, да, то есть есть обратная связь. Ну, по моему опыту, ну, обновление выходит достаточно часто, да, насколько часто отвечают, как оперативно и как оперативно исправляют баги, сложно сказать. Я думаю, что достаточно оперативно, потому что количество разработчиков достаточно высокое. Чем популярный фреймворк, да, тем там лучше он развивается, быстрее, команда, соответственно, увеличивается, которая ведет разработку. Я думаю, с этим все в порядке, но какую-то статистику надо искать просто в интернете. Так, есть ли еще какие-то вопросы? Так, ну, если вопросов нет, я думаю, на этом мы и завершим. Значит, если есть какие-то дополнительные вопросы, обращайтесь, я на почту отвечу. Значит, всех приглашаю на курсы наши, значит, множество курсов у нас по JavaScript, по всем современным фреймворкам. Так, тогда на этом закончим. Всем спасибо, если есть вопросы, можете еще на почту написать. Так, всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok